Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт-арлапокалипсиса. Мы выступали на двух концертах со своим вальсом, очень красивым, да. На ютубе не дали выставить, сразу ставят запрет. Кто хочет посмотреть, может посмотреть у меня в инстаграме, очень красиво. Как бы мы сами довольны и костюмами, и выступлением. Сегодня мы будем рассматривать расклад «Всё о нём и к вам». Итак, мужчина. Какой он? «Всё о нём и к вам, мужчина». Смотрите, мужчина сидит, плачет, что-то прям выпрашивает и воспрашивает. Мужчина, с которым отношения как американские горки. И мужчина, который всё время пытается вас удержать, когда вы пытаетесь от него уйти. То есть он сначала вас провоцирует на какой-то скандал, вы начинаете уходить, он начинает за вами бежать. Не хватает мужчине адреналина. Как он видит вас? Он видит вас такой таинственной, загадочной, вечно уходящей. При этом очень сильная, мощная. Вы умудрились взять этого мужчину, скажем так, под узцы. И вы так как думающие просчитываете все шаги вперёд. То есть вы ничего не делаете спонтанно. Что он к вам чувствует? Ну, здесь есть и чувство ревности. Видеть, что ситуация зависает. Вы не торопитесь переезжать к нему. И он вас завоевал, да, как что-то такое ресурсное, мощное. И не хочет вас никому отдавать. То есть он вас защищает перед всеми. Но только сами не может найти нормальных общего языка, нормальных отношений. Так, как он видит развитие ваших отношений? Так, он понимает, что все отношения зависят исключительно от вас. Он надеется, что всё-таки вы заключите официальный брак. Но сейчас вы такая королева мечей указываете, что делать, как делать, как жить. При этом показываете ему свою сексуальность, свои пёрышки. Да, и как бы вот вы такая вот замечательная. Он не понимает, как ему действовать, если честно. На что вам нужно обратить внимание? Так, обратите внимание, что у него есть какие-то проблемы, которые его связывают по рукам и ногам. Что не всё от него зависит. Обратите внимание на то, что всё-таки с ним надо немножечко полегче общаться, покомфортнее, глазки ему устроить, да, показывать, что с вами могут быть гармоничные отношения. И на то, что всё-таки мужчина статусный. То есть, ну, не всё зависит от человека. Он не может прыгнуть в самолёт и к вам прилететь. Так, нужны ли ему ваши отношения? Так, он вас рассматривает как брак, как семью. Он вас очень любит. И ему отношения очень нужны, да. Тут даже безусловно. Что он хочет получить от ваших отношений? Смотрите, он, знаете, за что переживает? Вот он переживает, что у вас всё есть, деньги и финансы, и вы самодостаточны, и не очень-то торопитесь с ним в брак, да. Он от этого плачет и страдает. Его намерение, что у него в намерениях? Будет хитрить, мудрить, устраивать какие-то провокации. Будет действовать, да, потому что ему очень хочется завоевать вас. И его фантазии не будет конца. То есть, вот он будет себя вести, всё равно по-своему хитрить. Перспективы ваших отношений. Вы, как королева Пентаклии, будете в выборе находиться. То есть, у вас появится ещё кто-то из мужчин, да. То есть, вы будете выбирать. И наслаждаться жизнью, да, к чему это приведёт? Приведёт к трансформации личности вашего мужчины. Он у нас такой император, сильный, мощный, который никогда не меняет свои традиции, но ревность заставит его поменяться. То есть, пройдёт он эту трансформацию, связанную с ревностью, потому что вы будете делать вид, не очень-то мне и хотелось за тебя замуж. И вот тут у него будет происходить трансформация. Он будет понимать, что есть выбор, что есть другой мужчина. И он начнёт как бы сдавать свои позиции. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова